Руководитель современной школы отличается целеустремленностью, способностью решать сложные задачи и умением сплотить коллектив и воодушевить людей. Вместе с тем, необходимо идти в ногу со временем, быть в курсе современных требований и тенденций. Для этого нужно прилагать немалые усилия. Система российского образования в настоящее время быстро и сильно меняется. Это нужно знать и учитывать идущие изменения в практической работе. Чтобы помочь руководителям школ овладеть всем объемом необходимой информации, в пятой школе были проведены деловые игры. Их цель – освоить новые формы и методы в школьной работе. Мы взяли на себя эту задачу – научить их работать в новом формате, подстроиться по те реалии, которые нам диктуют законы образования и новый федеральный государственный образовательный стандарт. Сегодня мы их погрузили в творческую среду. У нас было две деловые игры. Первая деловая игра была на разработку проекта в рамках проектного управления, а вторая игра на выявление командных лидерских качеств, формирование командного лидерства в том числе. Это было очень интересно. Руководители побывали с точки зрения в мини-группах, и эти мини-группы разработали проекты и презентовали их потом. Очень полезный опыт, потому что сегодня мы пришли к мнению, что даже 15 минут, которые мы потратили на разработку проектов, а их было 4, это уже хороший подспорь для того, чтобы взять и реализовать эти проекты у себя в образовательных организациях. Сейчас наши руководители разбирают ситуационные кейсы, потому что руководить образовательной организацией – это процесс трудоемкий и сложный. Трудовое законодательство также постоянно меняется. Мы разбираем ситуационные кейсы для того, чтобы понять, как правильно действовать в той или иной ситуации. Деловая игра – это своеобразное моделирование процессов и механизмов принятия решений с использованием различных организационных моделей. Применение деловых игр в процессе обучения способствует развитию профессиональных компетенций, формирует умение защищать свою точку зрения, работать коллективно. Для директора очень необходимо умение делегировать свои полномочия, и эти навыки также отрабатывались в ходе деловой игры. Заработала и школа кадрового резерва, которая позволяет подготовить специалистов на руководящую должность в учреждении образования. Школа кадрового резерва, ее работа рассчитана на год. У нас начались только первые занятия, безусловно, они будут теперь проходить каждую неделю. Темы там разные. И сегодня мы провели тестирование руководителей и исполняющих обязанностей, входящих в кадровый резерв в том числе, для того, чтобы определить профессиональные дефициты нашего руководящего состава. Мы выявили, что есть отставание в знаниях федерального государственного образовательного стандарта в рамках закона образования. Дальше мы будем разбивать их на профессиональные кластеры в рамках выбранных профессиональных дефицитов. И уже будем разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для каждого. Не так много времени остается до начала нового учебного года. И директора славянских школ, все учителя хотят встретить его во всеоружии, чтобы обеспечить неизменно высокий уровень славянского образования. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».